Всем приятного аппетита! В начале представим себе модель. Модель в виде вот этой жестяной штучки черного цвета, которая будет напоминать нам клеща. Для того, чтобы вытащить клеща, нам понадобится всего лишь нитка. Но так как я сейчас показываю на модели в масштабе, то ниткой у меня будет служить этот кусок веревки. Итак, если вы заметили, что клещ кого-то укусил, вам нужно взять кусок нитки и завязать на ней петлю. Точнее простой узел, обычный простой узел, но не затягивать его до конца. Затем мы подходим к клещу и поднимаем ему заднюю часть, надеваем сверху нитку и только тогда затягиваем. Таким образом нитка обхватывает хоботок клеща, но он еще держится. Для того, чтобы его вытащить, его нужно выкрутить. Специалисты говорят, что крутить можно в любую сторону, хоть влево, хоть вправо. Но я так как человек с техническим образованием, я кручу в обратную сторону, точнее как откручивается обычный шуруп или болт, то есть против часовой стрелки. Итак, берем за два конца нитки и крутим. И таким образом через несколько витков клещ у вас остается вот так на нитке. Одно из преимуществ этого способа, то что вам не нужно искать клеща, не нужно его хватать для того, чтобы, после того, когда вы вытащите, он сразу же у вас зафиксирован в этом месте. И затем вы можете с ним делать все, что хотите. Ну, конечно же, рекомендуют сдать этого клеща в санэпиденстанцию, для того, чтобы проверили, является ли он переносчиком заболеваний. Сейчас вашему вниманию будут кадры из моего личного архива, когда мы в походе по Алтаю вытаскивали клещей. И сразу хочу сказать, что все закончилось хорошо, все живы-здоровы, и все было прекрасно. Итак, очень напряженная съемка. Руслан, тебе не тяжело? Мне нормально. Спасаем Аню. Клеща тут не разобрать, конечно, в видео. Вот он остался, наверное. У нас продолжается процесс. Клещ обнаружен у Кирилла. Кирилл решил провести операцию сам на себе. Подожди, надо чем-нибудь поддеть ему задницу, чтобы ты нормально оделся. Нужно ему под задницу. А соломинка или соломинка? Очень трудно. Сейчас. Итак, напряженный момент. Вова ассистирует. Руслан, посмотрите. Поднимает по клещу. Кирилл затягивает. Как можно ближе надо туда. Чуть-чуть, чуть-чуть я его бью. Я ничего не чувствую. Вообще не чувствуешь? Нет. Он впрыскивает фермер, который обеспалил. А он даже не успел это сам крутиться, он просто засел. Но дырочка есть маленькая. Чуть-чуть есть, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Следите за безопасностью. Субтитры сделал DimaTorzok